Я вижу, у вас глазки загорелись, это круто, это классно. В этом тоже есть работа футболиста. Чик-челку наделал, все. Таким он был. Задурным, улыбчивым, внимательным и очень любящим детей. Когда мы общались с Виталием, буквально сыпал идеями и задумками. Но судьба распорядилась иначе. Теперь его воспитанники играют на турнире его памяти. И вспоминают, чему он их научил. Физику тренировал больше. Поэтому из-за него многие игроки тут очень быстрые и техничные. Это человек, который научил моего ребенка любить футбол. То есть он в нем увидел игрока, когда родители не очень верили. И вот ребенок до сих пор играет и поддерживает этот клуб. И никуда уходить не хочу. Это самый лучший, самый замечательный клуб. Клуб продолжает существовать. Отчасти благодаря помощи родителей удалось организовать сегодняшний турнир. В течение двух дней шесть барнаульских команд мальчишек 2009-2010 годов рождения будут бороться за кубок. Но награды ждут всех. Каждый участник турнира, это более 120 детей, каждый получит памятные призы. Конечно, организация турнира – история затратная. В этот раз потребовалось больше 50 тысяч. Но проводить его намерены каждый год. Помогли в этот раз, обещают помогать и впредь. Из таких, может быть, небольших, но важных историй зарождается большой спорт. И состоит алтайский спорт. Мы будем поддерживать. Организаторы хотят, чтобы в дальнейшем на турнир приезжали и гости. Причем не только из районов и городов Алтайского края, но и из соседних регионов. Возможно, даже москвичи и питерцы. Футбольного тренера Виталия Крючкова знали и любили везде. У него замечательный клуб, замечательные дети. Я очень рад, что его дело до сих пор идет и живет без него. Виталий Юрьевич бы очень гордился своими ребятишками. Вы участвуете в этом турнире. На какое место рассчитываете? На первое. Прям вот без всяких сомнений. Да. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.